Здравствуйте, в эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Кумертау с рабочим визитом посетили депутаты Госдумы Алексей Изотов и Рамзил Ишсарин. Они в статусе депутатов Нижней Палаты Парламента посещают городской округ впервые. Почетных гостей с нашим городом связывают давние дружеские отношения. Они признали, что приезжают с удовольствием. В ходе встречи в неформальной обстановке за чашкой чая обсудили экономическое положение муниципалитета. Борис Беляев рассказал о планах по уходу города от монопрофильности. Этому вопросу Алексей Изотов уделяет особое внимание. К почетным гостям присоединился и начальник отдела военного комиссариата республики Андрей Пронин. Все они после обеда посетили гимназию номер один и дворец угольщиков, в котором праздновал свой 30-летний юбилей военно-патриотический клуб «Гефест». В интервью нашему телеканалу депутаты дали высокую оценку работе руководства нашего города по улучшению экономики Кумертау. Я думаю, что сами результаты, которые и по моногороду, да, и те условия, которые создаются для и без этих решений, создавались для привлечения инвестиций, для развития экономики. Это, конечно же, говорит о том, что руководство города идет по правильному пути. И не только направление выбрало правильно, да, а делает все для того, чтобы экономика города развивалась, а, соответственно, подтягивала социальную сферу, потому что мы прекрасно понимаем, без развитой экономики, промышленности, торговли невозможно представить социалку, да. Поэтому я только рад, что город развивается, и мы, как депутаты Госдумы, депутаты госсобраний, конечно, сделаем многое для того, чтобы помочь руководству города и в дальнейшем развитии. «Помоги детям Луганска» под таким названием в городе прошла благотворительная акция. Любой желающий мог принять в ней участие. Кроме того, местное отделение партии «Единая Россия» оказало помощь и непосредственно горожанам. Подробнее в нашем сюжете. Город принял участие в благотворительной помощи «Помоги детям Луганска». Организаторами данной акции выступили региональная общественная организация «Башкирский союз ветеранов боевых действий», которая неоднократно поддерживает жителей юго-востока Украины. Местное отделение партии «Единая Россия» откликнулось на данное предложение и совместно с казенным учреждением управления образования воплотили акцию в жизнь. Откликнулось довольно-таки много образовательных учреждений. Это школы, детские сады. Мы собрали довольно-таки большое количество продуктов питания, нескоро портящихся, одежды, игрушек, новогодних подарков. Все это было упаковано в коробки и отправлено в город Уфа. В Уфе это все попало в союз ветеранов боевых действий, а уже потом все это будет централизовано и из республики будет отправлено в Народную Луганскую республику. Активное участие в благотворительной помощи приняли школы номер 3, 9, 10, 6, 1-я гимназия и Ировская школа, а также о детские сады номер 10, 22, 26, 19, 15 и 24. Не остались в стороне и союз юных натуралистов. На этом благотворительство не закончилось. Местное отделение партии организовало помощь и детям нашего города. По ходу проведения этой благотворительной акции мы подумали, а почему бы не провести такую акцию и у нас в городе. Все-таки у нас тоже есть семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, есть многодетные семьи, малообеспеченные семьи, которые также, как и, наверное, взрослые дети, ждут Нового года, ждут подарков, ждут чуда. Для семьи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, провели новогодний утренник. Детей развлекали, проводили конкурсы, а также подарили новогодние подарки. Наше отделение вообще работает всеми многодетными, неполными, малоимущими. Мы помогаем им любой помощью, за какой они обратятся. Ну и сегодня мы тоже хотим для них сделать такой маленький подарок, поздравить их детей с праздником, с Новым годом, с наступающим. Все мы когда-то были маленькие, верили в чудо. И хотим тоже, чтобы дети маленькие верили в чудо, что бывает Дедушка Мороз, Снегурочка, приносит радость, подарки, счастье. Не только дети были в восторге от мероприятия, но и их родители не скрывали улыбки на своем лице. Ну, мы очень рады, счастливы, что нас не забывают, детишек поздравляют. Все-таки мама с бабушкой, с девушкой много внимания, тоже не могут такого уделить. На этом подобные благотворительные акции не закончатся, ведь видеть радость маленьких ребят всегда приятно. Константин Меркушев, Денис Каховский, телекомпания «Арис». Мы продолжаем регулярно выходить на связь с Кумертауской прокуратурой, а ведомство продолжает вести проверки соблюдения трудового законодательства. Подробности узнаем у помощника прокурора Ирины Кочетовой. В этот раз она у нас на связи. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Расскажите, как обстоят дела с задержкой зарплаты на городских предприятиях. Здравствуйте. В результате постоянного мониторинга, постоянной работы прокуратуры города Кумертау выявлено более 480 нарушений в данной сфере. В интересах 473 работников города прокуратурой предъявлены заявления о выдаче судебных приказов в мировой суд, которые удовлетворены, направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов. Если посмотреть по суммам, то за 2016 год прокуратурой города выявлена задолженность по выплате заработной платы в размере более 6 миллионов рублей. В результате также проведенной работы, привлечения к административной ответственности виновных должностных лиц в допущенных нарушениях, мы можем сейчас сказать о том, что заработная плата на 98% от той суммы долга, которую мы выявили, погашена. Ирина Сергеевна, какая конкретно организация задерживала зарплаты и есть ли реакция на проверку? Одним из наиболее ярких примеров мы можем привести такое предприятие, как МОП «Стройзаказчик». В течение 2016 года постоянно, ежемесячно перед работниками образовывалась задолженность по заработной плате. Она составляла более 5 месяцев. В результате совместной работы, принятых мер, данная задолженность на настоящий момент погашена в полном объеме. Осталась у нас задолженность у такого предприятия, как «Общество с ограниченной ответственностью» «Теплоэлектромонтаж-2». Спасибо за ответ. Я напомню, что на связи с нашей студией была помощник прокурора города Кумертау Ирина Кочетова. Ежик, лиса, зайчик и медведь. Все эти лесные персонажи собрались накануне для того, чтобы поздравить ребят с наступающим Новым Годом. В агентство по развитию территории пригласили детей с ограниченными возможностями здоровья. На кукольный спектакль «Сказки леса». Благотворительное новогоднее представление организовали сотрудники Центра Доброй Руки и Станции юных натуралистов. Снегурочка и куклы в виде лесных зверюшек пришли в гости к ребятам и рассказали им интересные истории. Такие праздники всегда радуют детей. И в этот раз ребята с удовольствием танцевали, пели и играли вместе с персонажами сказки. Это будет наше новогоднее поздравление. И хотелось бы, пользуясь моментом, поздравить всех с наступающим Новым Годом, пожелать крепкого здоровья, благополучия семейного, уверенности в завтрашнем дне, ну и, конечно же, семейного счастья. По словам организаторов, они выбрали тему сказки леса с экологическим подтекстом для того, чтобы дети бережно относились к природе и животным. Ну и, разумеется, основной целью артистов было поднять настроение маленьким гостям развлечь их. Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю всем здоровья крепкого, счастья, огромного, чтобы все были внимательны друг к другу, уважали, любили, чтобы только мир и добро царили во всем мире. Веселые и заводные танцы и конкурсы по-настоящему развеселили всех приглашенных и зарядили новогодним настроением. После театрального представления все ребята получили подарки – сладости и мягкие игрушки на память о празднике. Хочу сказать большое спасибо организаторам и спонсорам этого мероприятия. Для наших детей мало мероприятий таких вот. На Новый Год нас никогда не забывают. Кукольный цвет. Ну, в общем, это было здорово. Что-то здорово. Дед Мороз даже подарки нам подарил. Гульнас Филатова, Сергей Николаев, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.